Всем привет! С вами Мария Георгий, компания Florarium Plants. Сегодня мы находимся в славном городе Самаре. Будем оформлять террариум с водоизолированным водоемом. Для начала мы склеили заранее емкость. Здесь отделили водную и наземную часть и приклеили решетки. Обратите внимание как приклеены решетки. Сначала мы приклеиваем пластилином, чтобы они не падали, а потом приклеиваем сверху силиконом. Когда приклеиваем решетку, обязательно под решеткой располагаем стяжку, чтобы между стеклом и решеткой осталось пространство. В дальнейшем мы будем использовать его для прикрепления декораций. Мы вмонтировали короб для вентиляции и вставили все фитинги. Итого получилось 5 фитингов. Первый контроль уровня для слива дренажа. Второй под дополнительные провода или туман. Третий контроль уровня водоема. Четвертый выход фильтра. Пятый забор фильтра. Сейчас мы будем засыпать дренаж. В данном случае мы будем использовать крупные куски угля для шашлыков. Слой будет небольшим, чтобы поместилось больше грунта. Избытки воды будут уходить через фитинг переливом, как только достигнут его крайние точки. Сверху угля будут куски решетки, обернутые спонбондом. Спонбонд мы берем плотностью 60. Меньше рвется, больше хуже проходит вода и воздух. Заворачиваем. Можно сделать запасы, но сильно много не надо. Для закрепления спонбонда используем термоклей. Крепление нужно для того, чтобы вся эта конструкция не разваливалась при монтаже. Решетку использовать желательно, так как она создает удобную ровную поверхность и уменьшает количество щелей и шанс проникновения грунта в дренаж. Однако есть такие места, куда решетку вырезать практически невозможно. Там мы прикрываем спонбондом несколько слоев, стараясь закрыть все щели. Посмотрите, какой ровный и удобный дренаж. Такие мелочи на самом деле важны и создают комфорт при работе. Время хардскейпа. Для тех, кто не знает, хардскейп это расстановка декораций или дизайн без растений. Ну, кратко говоря. Сегодня наша задача обыграть береговую линию в том числе. Для этого мы будем подвешивать коряги вдоль береговой линии на ее борт. Вот такой на самом деле нехитрый лайфхак. Цепляем за зубья и вперед. Декорации бывают разные, отличаются по весу, свойствам и внешнему виду. Здесь используются дубовые коряги, они очень тяжелые и станут еще тяжелее, когда напитаются водой. Именно поэтому очень важно хорошо закреплять форму, чтобы у нас ничего не отваливалось. Как видите, у нас ушло порядка 30-40 килограмм коряг. Обычно мы на этом не экономим. Наберут они еще около 15% от своей массы. Крепили на стяжки. Кроме этого, можно использовать подставки из горшков, решеток, труб и иных подручных средств. Главное, чтобы ничего не болталось перед тем, как мы будем пенить. Часть стяжек удалим позже, часть останется с нами навсегда. Их придется прятать. Для изготовления задней стенки сейчас используются специальные цветные пены. Кроме цвета, они гораздо легче подвергаются обрезке и имеют более дышащую структуру. В данном случае это серая пена фирмы MIUS. Баллон массы 900 грамм продается в комплекте с трубочкой и перчатками. Они не очень удобные, поэтому мы берем свои. Еще вы видите пистолет для пены. Он позволяет более точно рассчитать объем и напор, выходящий с баллона пены. Обычно это более экономно. Пистолет просто накручивается на баллон. Перчатки используйте обязательно, так как пена плохо смывается. Начинаем пенить. Лучше начинать сверху вниз, так как сверху будет застывать быстрее и если что-то упадет, у нас будет шанс вернуться обратно. Нет точной формулы расчета пены. Каждый человек использует ее по-своему. Мы обычно делаем объемные декорации, но знаем, что у многих людей уходит гораздо меньшее количество. Итог запенивания. Теперь пена будет расширяться и застывать. Схватывается корка, она уже через 10-15 минут, но до полного высыхания проходит примерно сутки. А если слой толстый, то и больше. Можно было бы оставить так, как есть, и сажать растение сверху, но пена очень быстро высыхает и не будет создаваться нужная влажность субстрата, из-за чего она долго зарастает растениями. К тому же в таком виде выходит не очень естественный рельеф. Ее можно примять руками во время застывания, но позже вы сами увидите, что все равно рельеф выходит не такой, как хотелось бы. Когда пена застыла, мы ее обрезали. Таким образом получается поверхность с большой площадью сцепления. Дальше все это промазываем силиконом и в него вбиваем субстрат для покрытия. Обычно мы используем кокос, тофу или мелкую коробку. Чаще всего трифермы. В данном случае это было некое подобие АБГ, но это не лучший вариант, потому что сфагнон намокает неравномерно, и при настройке полива можно получить перелитые места. Лианы такие не любят и могут частично сбросить листья. Пришло время берега и водной части. Мы очень хотели сделать его более натуральным, поэтому выбрали не самый простой путь, а именно в оксидную смолу. Сначала мы разводим все в нужных пропорциях и потом хорошо промазываем нашу стенку. Помним, что нам надо успеть все в течение 15 минут, ну край получаса. Эта эпоксидная смола застывает за сутки, но уже через полчаса она будет густая и вязкая. Берем крупный кварцевый песок, замешиваем с остатками раствора эпоксидки. Теперь наносим его на заднюю стенку. Стараемся не допускать проплешин. Сверху накидываем мелкий песок для большего антуража. Посмотрите, у нас уже получился вполне натуральный берег. Теперь добиваем оставшуюся часть. Осыпавшийся песок максимально удаляем. Уже завтра это будет монолит, который так просто не убрать. Мы сделали это все в два слоя. Монтаж оборудования. Заливаем воду и наводим порядок в тумбе. Включаем внешний фильтр и туман. Входной и выходной патрубок от фильтра мы спрятали в стенке водоема. Фильтр здесь использовали и ХАИМ-2217. Теперь проверяем, как работает перерывной фитинг. Часть работ осталась за кадром. Давайте быстро по ним пробежимся. Мы монтировали систему опрыскивания, форсунки и светильники. Светильников получилось 6 штук. Каждая мощностью по 60 ватт фирмы Минифермер. Опрыскивание МИОС Мини, секундный таймер и одинарные форсунки. Засыпали на дно водоем аквариумный сою фирмы Деннерли, без подложки. Сейчас Гоша подключает таймеры для освещения и тумана. Туман будет срабатывать 3 раза в день по 15-20 минут. В водоеме мы использовали растение для аквариума, в котором мы выращиваем суп Эмерсоны, то есть в надводной форме. Забегая вперед, все отлично адаптировалось и растет под этим светом и без углекислого газа. Использовано для водной части. Макопа, Каролинска, различные альтернамтеры и гиграфилы. Береговую линию украсили Анубиасами и Филадендроном Бурли Маркс. На заднюю стенку направили быстро растущие лианы, такие как Сланаму, Лиану, Фикус, Помилуминимум, Маргравия, Зрял и другие растения, в том числе и эпифитные папрытники. У заказчика была большая коллекция Тилансий. Им было не очень хорошо в условиях квартир, поэтому перенесли часть видов во Флорариум. В качестве пучопокровного растения мы использовали Селегенелу, Круссиана, Мини из нашей Меристемы. Раздрастаться все это до отличного вида будет примерно полгода, хотя и так уже круто. Большую часть оборудования можно приобрести у нас, все растения тоже. Мы оставим ссылку в описании на наш магазин. Надеемся, что этот ролик поможет вам собрать террариум самостоятельно, приобретая у нас все комплектующие. Ну или при помощи Маши и Гоши. Обращайтесь. До новых встреч.